Добрый вечер всем. Выяснилось, что мы чуть-чуть, вроде бы, прошлое занятие, прошлую нашу встречу, мы шли в сторону формирования Мишны, но выяснилось в результате, что начать надо с другого, чуть-чуть, с другой стороны вопроса, но она вполне здесь в пределах ног. Значит, вопрос устной традиции, письменной традиции. В первую очередь, как это ни странно, касается самой книги Торы, вообще самого писания, самого Танаха. И как это ни странно, этот вопрос, он довольно принципиальный, и здесь есть о чем поговорить. И вот почему. В первую очередь, вопрос о… Вот есть некоторая книга, в ней что-то написано. Эта книга, вот пока чистая теория, эта книга как-то передается, копируется из века в век и передается дальше. Проблема, которая возникает, выглядит следующим образом. Если я правильно помню, кто-то из современных авторов, вот уже наш век, когда дело зашло о проверке свитков Торы к компьютерам, начал писать приблизительно так. Я никогда в жизни не утверждал, что не существуют ошибки в свитках Торы. Наоборот, в любой свитке есть ошибки. И, как сказал Давид Гамеллахмир с ним, «Метуют мне…» «Метуют…» «Метуют…» «Метуют на кене…» «Жгьот ми і він у Метуют в Министарот на кене…» Значит, это в Псалмах. От ошибок кто… В ошибках кто понимает, а от тайных ошибок очисления. То есть, как бы, ошибки всегда возможны. По этому поводу, каждый раз, когда копируется свиток, любая книга копируется, то полагаться есть только… Можно полагаться на достоинство переписчика, да, и есть еще корректор. То есть, человек, который выверяет книгу. Для тех, кто там читал советские книги, например, сзади советской книги любой, но советской там годов 50-х, 40-х, 30-х, сзади был всегда приложен лист, замеченные печати. То есть, это означает, что книга, а так как я представляю, как тогда издавались книги, книга, которую читал автор, вычитывал редактор, проверял корректор, вычитывал корректор, профессиональный человек, который специализируется на ошибках. Тем не менее, в конце, уже когда книга была готова, уже напечатана, набранная, напечатана, выяснилось, что в ней все равно есть ошибки, их надо исправить, и приходилось прикладывать лист, замеченные опечатки. Иногда огромный длинный, кстати, такой список был. То же самое. Когда начинают говорить, цвиток Тора получен на горе Синай. Давайте начнем с пятикнижек. Это вообще все книги, которые во времена Эзер были кодифицированы в писании. Всегда возникает вопрос, насколько точно они переданы, насколько точно те книги, которые у нас сегодня в руках. Этот вопрос, он не пустой. Об этом вопросе ведусь достаточно много споров во все времена. Ну, во все времена. Все времена довольно древних. Слезано это с несколькими обстоятельствами. Смотрите, вот представьте, во времена древние, кто-то хочет скопировать книгу. В первую очередь надо заметить, что существует как бы образцовая книга «Цвиток Моше», положенный в ковчег. Вот как бы сказано в конце Тор, в книге «Дворим», в самом конце сказано, что Мошея в ковчег вместе со скрижалями положил свиток Тор. Есть образцовая книга. С ней можно сверяться. Эта книга утрачена. Эта книга нету сегодня. Вот как бы хранись, если где-то образец. Самая первая, написанная рукой Мошея книга, то не было бы проблем. Все книги мы бы сверяли с ней, и все было бы в порядке. Но книга утрачена. И остались только копии. Причем ведь, вы сами понимаете, не просто копии, а копии с копией. Потому что понятно, что для каждой книги вытаскивать книгу, написанную Моше, это явный перебор будет. Этого никто никогда не делал. Тогда всегда возникает классический вопрос, что происходит. Вот представьте себе, что я живу где-нибудь, древний человек, достаточно, живу где-нибудь в районе Голланд. Ну, далеко. В Метуле. Крайняя северная точка нынешнего Израиля. У меня, я хочу себе свой свиток ТОР. Что я для этого? Я для этого приглашаю человека, который может скопировать где-то такой свиток. Насколько хороший он писарь и насколько хорошо он копирует, я как бы не знаю. Плюс ко всему, денег у меня не так много. Я пытаюсь нанять кого-то подешевше. Денег на профессионального проверяющего тоже хочу сэкономить. В результате у меня в свитке какие-то ошибки есть. Почти наверняка. Чтобы было понятно, у меня там было несколько знакомых писцов, которые писали свитки ТОР. Я их спрашивал, насколько вот чистые ошибки. На что один из них сказал следующее. В наше время есть компьютер, который умеет проверять рукописный лист ТОР с образцом, который просто проверяет лист. Так вот, говорит, в среднем на лист в в три или в четыре столбца приходится одна или две ошибки регулярно. Или у хорошего сэкономер одна ошибка на три или четыре столбца. то есть ошибки бывают, и это нормально. Компьютер выдает ошибка там-то, не та буква. Как правило, это пропущенный вав или добавленный вав. Пропущенный ют или добавленный ют. И писец просто исправляет ошибку. Когда-то для такой проверки были специальные люди магиях называются. Ну, современный язык это корректор, но магиях, которые именно свитки проверяют. И, например, вот одна из историй, довольно известная история про то, как поспорили, что в какой-то синагоге лежит идеальный свиток. И вот такой магиях пришел, который, значит, и наняли магиего, там кто-то поспорил действительно ли он идеальный, и наняли вот такого магия, человек, который проверяет, чтобы он нашел ошибки. При этом за каждую ошибку мы пообещали золотой. Вообще, это называется, никогда этого не делается. Потому что, когда он в отчаянии обнаружил, что он ничего не заработает с этого проверки, он попытался исправление внести в текст, чтобы найти ошибку. То есть, это неправильный ход. Но, обратите внимание, на что. Вопрос, что делать, вот теперь, вот эти свитки, они же множатся из моего спитка, который выполнен каким-то растяпой, может быть, даже. Все-таки, для того, чтобы быть хорошим переписчиком, нужно иметь очень специфический характер, нужно иметь мощный педантизм. Обычно, это люди очень педантичные, те, кто из свитки переписывают. Но, совершенно не обязательно вы такого сумели нанять. И ошибки могут начать умножиться. Какого сорта ошибки? Вот теперь, давайте поговорим про то, какого сорта ошибки. И вообще, что может сохраниться в книге? Но, в первую очередь, я напоминаю вам особенность иврита, что все-таки иврит пишется без гласных знаков. Со времен незапамятных было два вспомогательных знака для того, чтобы восстановить правильное, это самое, чтобы облегчить чтение. А именно, буква «ю» и буква «вав». Эти две буквы, их используют в качестве дополнений к написанию, чтобы удобнее было читать. Например, вот, чтобы знать, что это «кос», а не «кес». можно поставить влагу. Как вы понимаете, свиток, Тор и вообще свитки пророков, образцовые свитки из них, они написаны без огласовок, то есть там нет гласных значков. По этому поводу начинается, вот у них проставляют дополнительные знания. Вот есть самая знаменитая, самая древняя рукопись, которая дошла до нас, это книга пророка Исаии Шаяху, кумранская, в которой простоты ради переписчик, это неофициальная копия неофициального порядка, это явно домашняя копия, где переписчик простоты ради всюду, где есть И или Эй, О или У, добавляет Юда и Вавы, пишет, то есть полным написанием, то что в современном, вот как в современном ибрите полное написание. Вот сегодня, например, всюду и О, это самое, кроме там прописанных слухов, в полном написании пишут все эти знаки дополнительные. Причем даже там, где я, например, вот на автомате их не ставлю, помню по старинным правилам, там не надо их ставить, по современным правилам их ставят всю подряд. Но в этом книге Исаияху, например, переписчик еще пользуется дополнительным Аллафом для обозначения звука А. В результате в этом свитке, если вы его будете проверять букву к букве, окажется огромное число расхождений, потому что там огромное количество лишних юдов, валов и алловов, совершенно дико. И, например, слово кула, которое положено писать было бы вообще в три буквы, там будет написано, вы долго будете смеяться, там будет написано в пять букв. Там будет добавлен Аллаф дополнительно, для того, чтобы знать, что в конце А. Вот такие вещи. И здесь происходит действительно довольно важная вещь. Насколько точна, насколько точна свита КТОР сегодня и какая точность есть очень смешные споры между теми авторитетами, которые галахисты, и теми авторитетами, которые занимаются законом и теми, которые занимаются философом. по этому поводу те, которые занимаются философией, довольно спокойно относятся к тому, что могут быть расхождения между свитками. И как пишет Рада, краби Давид Химхи, самых мощных комментаторов, в общем, нас скорее волнует, чтобы было переведено правильную мысль, чем точность написания каждого слова. Галахисты, напротив, пишут, что нас очень волнует написание каждого слова. И ежели одна буква неправильная, то, в общем, весь свиток не годится. И вот здесь начинается та самая тема, она ведь классическая, начинается тема следующего. Трактат «Софрим» Это один из малых трактатов Мишны, считается довольно поздний. Есть следующая фраза. Амар Раби Шимон бен Лакиш сказал Раби Шимон бен Лакиш «Три книги были найдены в храмовом дворе или находились в храмовом дворе». Одна книга называется книга Маон, одна книга называется Затутой, одна книга называется Ху. Это обозначение трех свиток. Три свитка Торы находились в храмовом дворе. Теперь, чтобы было понятно. В храмовом дворе находится свиток Торы, по которому первосвященник читает положенные разделы в Йом-Кипур, по которому царь читает каждый седьмой год во время Большого собрания. То есть, это образцовая книга. Где хранится образцовая книга? Она хранится в храмовом дворе, при храме, в большом храмовом дворе. Понятно, что она там была не одна, их там было несколько, но просто для удобства. Теперь рассказывает Рэш Лакеш. Нашли там три свитка, в какой-то момент стали сверять три свитка друг с другом. Они все считались образцовыми и идеальными, и с них, собственно говоря, основные все сверки шли по этим книгам. В другом трактате сказано, что в Иерусалиме все песцы, т.ч. магии, те, кто проверяли свитки, сверяли со свитками храмового двора. И те, кто проверяли свитки, получали деньги, зарплата им шла из храмовой сокровищницы. То есть, обратите внимание, насколько это священно мы делаем, считалось, проверка свитки. Значит, проверяющие свитки в Иерусалиме получали зарплату из храмовой сокровищницы. С чем они сверяли? С как бы образцовым свитком. Понятно, что один образцовый свиток, его давно порвали, если бы он был один. Понятно, что с этого образцового свитка были сделаны копии, не менее образцовые, как их считают. Но просто потому, что невозможно работать с одним свитком. его, он священный достаточно, это главный свиток страны. Если каждого с ним пускать работать, но все, кто был в библиотеке старинных рукописей, прекрасно знают, что такое дорваться до старинной рукописи, к ней еще пробиться надо суметь. Потом тебя попросят надеть маску, перчатки, то есть это будет то еще мероприятие, а в современных библиотеках сделают еще хуже, ее просто будет прозрачная коробка, и там автомат будет переклистывать тебе страницы, ты даже догнуть на нее не сможешь на старинную руку. благо современная техника позволяет все это сделать. Значит, и понятно, что там было копия. И вот рассказывает Редж Лакейш, что как-то решили сверить вот эти основные свитники и обнаружили следующее. В одном книге написано в книге Дворим в конце Маон Элокин Кодыш Твердиня Бога Святая. Значит, в двух книгах написано Маон, на одном написано Маона с Гэйм в конце. И утвердили две по двум по большинству, а одну отвергли. То есть в носах установили версию установили по двум свиткам против одного просто по большинству. Значит, в одном написано В Ишлах Эт Заатутэй Бне Исраэль, а в двух написано В Ишлах Эт Нарэй Бне Исраэль. Это рассказ после дарования Тарына Гарисина и послал парней из сынов Израэля. А в одном свитке было написано вместо парней более какое-то странное слово ближе к рамейскому Затутэй. Значит, проверили и исправили по большинству. И третий свиток там, где написано значит в двух было написано девять раз одиннадцать гу значит двух было написано девять раз гу вместо ги там значит дело в том, что в свитке есть место, где наара девушка, да, она регулярно почему-то пишется в мужском роде без окончания гэ и еще пишется гу вместо ги так вот сверяя книги обнаружили, что в двух написано так одиннадцать раз, а в одной написано только девять раз и опять оставили по большинству. Значит, именно на почве этого есть рассказ про то, что когда Эзра Гасофер создавал вот этот свиток, образцовый свиток храмовой горы, храмового двора, он именно так и работал. Он сверял свитки и решал по большинству. Я хочу заметить, метод сверки по большинству это правильный метод, хороший метод. Проблема в том, что понятно, что ну вот я не знаю работали они, но вот я не хочу рассказывать, значит, сегодня вот когда начинают публиковать научную версию какого-нибудь текста, то автор обычно приводит источники, с которыми он работает и при этом предваряет то, что называется дерево, родословное дерево, где он на самом деле есть техника, которая легко проверяет, какой свиток от какого зависит. То есть вот понятно, что в зависимых свитках ошибки предыдущего свитка сохраняются и добавляются только новые. То есть можно проверять расхождение именно по дереву. Я не знаю, проверялось ли по дереву или по простому большинству. Понятно, что Эзер собрал авторитетные свитки и их собрал вместе. В результате получился современный свиток. Но с этим свитком та же самая проблема. В основном та самая проблема длинной и полной написания. и скажем так, в свитке Тары, который сегодня до нас дошел, есть шесть расхождений, по-моему, шесть, я могу ошибаться, но вот такой порядок правильно назвал. То есть между свитками Емельскими и остальными. я открою тайну, самое главное в этой истории. Переводчик в переводе эти расхождения никто не заметит. Они не отражаются на переводе эти расхождения. Это самое известное расхождение, это в конце книги Дворим слово Дока надо писать ЦАЛЛОФОМЭЛИСГЭМ. Это самое известное расхождение. Поймите, смысл один и тот же приятный. Но расхождения вот такие. То же самое, на самом деле, аналогичные вещи касаются всех свитков, всех остальных книг, за исключением одного. свитки Торы выберены лучше, куда надежнее, чем свитки остальные, остальных пророков, и тем более редко читаемые книги. Например, пожалуй, самые большие расхождения, какие бывают, но опять вы учтите, они на смысл слабо влияющие. Это у книги ЙОВ, она наименее читаемая. Поэтому и Деврейгеймин, это наименее читаемые книги, в них расхождение больше всего между различными версиями, но при этом, больше всего между различными версиями, но при этом опять, так, чтобы расхождения были смысловыми, это огромная редкость. Но тут есть еще две проблемы, и они вот насколько дальше. Вот есть вот этот «Свиток храмового двора». Он опять до нас не дошел. И есть серия рассказов про свиток храмового двора, например, рассказ про то, как свиток храмового двора перевозили по морю, значит, из Иерусалима его успели спрятать во время разрушения храма. Это свиток Эзры. Его попытались перевести туда-то, потом его пытались по морю перевести в Рим, потом его пытались перевести, и, в общем, короче говоря, он утонул. Это рассказ о рабе Авадибертаноре. Есть еще серия рассказов на эту тему про то, например, про то, что где-то там во Франции находился Смитек Эзер и к нему ездил Рамбом. И Рамбом свою книгу про то, как правильно писать Смитек, он вообще-то где-то в Бургундии даже, в Бургундии где-то взял. Ну, во-первых, то, что Рамбом не ездил в Бургундии, это 100%. То есть, сомнений никаких в этом нет. И все это крайне сомнительная история. Но вот по поводу короткой и длинной я хочу по этому поводу рассказать одну историю, довольно важную. Дело вот в чем. Есть как бы две важные традиции. Есть вещь, которая называется массора. Традиция. Слово массора, когда говорят просто массора, то это всегда традиция передачи письменных текстов Танаха. Это называется словом массор. Есть алмуд, который несколько, в разных местах высказывается о том, написании тех или иных слов, слов в той. Массора, то есть текст, который у нас в руках, отличается от того, что написано в Талмуде. правило выглядит так. Вообще-то, Галахав всегда за Талмудом по сравнению с внешним источником. Кроме этого вопрос. В этом вопросе, если Талмуд что угодно строит на написании, и это написание расходится с массорой, с тем, с традицией, как должен выглядеть текст, то правило следуем массой. Подождите, а Талмуд что? А Талмуд его проблемы. Значит, самое знаменитое место. Книга Бамидбар, просто это место крайне знаменитое, пример из этой книги просто будет очень хороший, красив, на мой подпуск. Сейчас я буду хумастерить. Итак, книга Бамидбар самый рассказ про то, как Мушек кончил ставить храм, переносной храм с Кирилл, и там написано буквально следующее. Значит, и было в день, ну я по-русски вначале зачитаю, и было в день, когда Мушек кончил устанавливать Скинию и помазал ее, светил ее, и все принадлежности его подошли начальники Израиля. Значит, Талмуд по этому поводу. Откуда нам и Медраж Раба, это есть в Талмуде, это много где повторено в Медраж Танхуме, это известный очень Медраж и безумно красив. Значит, бьем халут, бьем калут, бьем, извините, бьем калут, мошек лагаким эдхамишка. Слово калут пишется через ка фламет и говорится так, откуда известно, что Скиния это заключение брака между народом Израиля и Всевышнего. Ибо написано бьем калут мошел лагаким эдхамишка, потому что написано день завершения мошек устанет храм. Калат ктим. Значит, утверждается, что слово калут третий стих в 27 главе, третье слово в 27 главе написано кратким образом, без вапор. Еще раз, книга Бамидбар числа 27 глава 1 стих. Седьмая глава 1 стих. И было в день, вот слово калут нас интересует, значит, Медреж говорит, что надо читать калат. И было в день свадьба мошек установления мешкана. То есть краткая форма, которая у нас от слова кала, невеста. Не от слова завершать, а калут, значит, вот если в полном виде, тогда завершать. А если в кратком виде, то невеста. Медраж Танхума, Медраж Бамидбар Раба говорит открытым текстом буквально следующее, что написано калат, невеста, в смехутной форме, без вама, и по этому поводу скиния это как бы хупа, брачный был бухгар. Потому что день свадьбы. Замечу, этот драж двух медражах противоречит полностью тому, что написано в наших свитках. Масора говорит наоборот написание полное. Поэтому метраж полностью проваливается. Дальше книга каббалистическая раби Раби Шмуэль Виталя по-моему в Зогаре написано абсолютно то же самое. И было в день завершения калат ктип. Написано калат невеста в смехутном виде. То есть опять то же самое расхождение что и в медражах старинных. То же самое. В Масоре написано калат свава. Ребхайм Виталь в Шарг Гильгулим пишет, что в небесной торе написано калат без вава, но в земной сваву. То есть он пытается проблему снять каким-то образом. Но далее рассказывается совершенно замечательно. Я эту историю рассказываю специально, чтобы было понятно, на каком порте. История про одного человека, который нашел свиток Торы, в которой написано слово колод свава, как традиция. И он исправил ее, стер букву ВА и сделал калат, как в Медрошах и в Зогаре. Продолжение рассказа и умерли у него шесть детей из-за буквы ВАВ, которая тоже, которая равна шести. То есть, обратите внимание, вот это место довольно важное. Человек, тот же самый человек, который утверждает, что в небесном свитке написана краткая форма, а в земном свитке полная, когда рассказал, если кто-то попробует это исправить, то он будет самым глубоким образом неправ. писать надо по-массори. Таких расхождений с Талмудом есть еще около десятка, может быть, чуть меньше. Серия Дрошот в Талмуде, толкование, которое построено ровно вот на толковании полного и краткого написания. При этом сам Талмуд честно признается, мы не специалисты по полному и краткому написанию. Вот это признание Талмуда. Мы плохо ориентируемся в этом. Вы можем в этом ошибаться. Талмуд сам честно признается. То есть получается следующее, что Талмуд честно признается, что возможности ошибок именно вот в этом месте огромное количество. извиняется. Тем тем не менее, есть договоренность о том, что свиток передается сверх именно тоже, сверх точным образом. Каким образом это достигается? Достигается это следующим образом. Есть два способа. Есть вещь, которая называется Масора. Ктанау Масора Гдола. Значит, Масора Ктанау Масора Нет, то, что Скини это Хупа, да, сам Медраж никаких, вот я честно говорю, сам Медраж мне безумно нравится, что Скини как Хупа мне безумно нравится этот Медраж. Тем не менее, его основание коллактив, она просто не проходит по причине Масоретской обратной внимания, что мы вступаем противоречие с красивейшим толкованием. По этому поводу я хочу кое-что сейчас попробовать показать. Значит, существует вещь, которая называется мне нужно зашириться. как-то строго да, ты кухоз, поэтому ты можешь это сделать. Да. Сейчас, еще секунду. Да, видим. Видим. Дело в том, что я долго искал это издание, современное издание, не с этого. Дело в том, что современное издание сейчас, ну, вы сами понимаете, издавать, набирать свиток, вот, извините, книгу Тары, даже печатную, дел дорогое. Особенно, вот, вы посмотрите, какое это полиграфическое достижение. Во-первых, это безумно красиво. Посмотрите, вот полиграфия какая. Да, это издание 1804 года, по-моему. Только, ну, поймите, современный репринт современный, он в 30-х годах делался такие репринты, он делался, он и сейчас их может купить. Это репринт издания 1804 года, не помню, какой город, Дорогобыч, по-моему, не помню, что именно. Значит, современных таких изданий я не находил, просто потому, что оно не самое удобное, большей популярностью пользуется в смысле копирование это типографии вдовы и братья Фрэм Виленской или варшавское издание больше популярно используется. Но вот это издание, чем оно ценно? Поэтому у меня дома, например, в этом издании хумаша нет, но зато в этом издании, ну, репринты с этого издания у меня весь остальной нахрен в этом издании. И вот почему. Вот смотрите, вот это, вот я сейчас попробую выделить, удастся или нет, не знаю, но вот это вот, да, вот то, что вот здесь вот, видите, вот этот столбец. Между, справа у нас текст Торы, слева у нас, слева вот с этой стороны, у нас Таргум, перевод на арамейский Онкелоса, да, значит, а есть еще какой-то странный, значит, 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 еще левее у нас комментарий Райбио-Водисфор, а справа у нас Раши. Только учтите, справа, слева Раши всегда ближе к корешку. Это правило такое, что вот при таких изданиях Раши всегда ближе к корешку по причине того, что если мыши начнут грызть, пусть Раши будет последней, потому что мыши начинают грызть со стороны страниц, а не со стороны корешка. Поэтому, значит, комментарий Раши и в Талмуде, и в Хумаше, если он вот так набирается, он всегда помещается к корешку, в сторону к корешку. Значит, но вот этот вот набор вот в середине это и есть Масора Ктана. Значит, есть книги Масора Ктана. История выглядит так. Значит, почему называются Софрим? Вот, все знают, что Эзра Хасофер, Эзра Песец, да? Есть традиция, которая называется традиция Софрим. И, значит, Талмуд говорит, что Софрим это те, кто вычислили все буквы в Танахе, посчитали, где какая буква находится. Так вот, Масора Ктана это одна из вот этих книг Софрим, их там несколько есть таких, которая регулярно указывает каждому слову какие-то страннейшие замечания. В данном случае, например, ну вот, замечание выглядит как-нибудь так. Ну вот это вот, читаем вот это вот, стих 17-й. И это, значит, у нас книга шмот, неважно совершенно, и опоры мешкана, и опоры, ну, столбы мешкана, и опоры шатра, и опоры для натянутых струн, чтобы натягивать поп. Значит, примечание к этому 11 раз Ют Аллов, вот, просто песня, Ют Аллов Зугод мин, бейт, бейт, хат, ве, хат, ве, ад. Хат, ад, ве, хат, ве, ад. Значит, имеется в виду, вот теперь что имеется в виду, вот это Масора Катана, это и есть Масора Катана, у нее замечания все в этом стиле. Например, к стиху Мелифней Моше, например, вот стих, вот какой-нибудь такой совсем, вот она, Мелифней Хоше, выделяется плохо, понимаете, в чем дело, ну вот слово Моше, выделится, вот Мелифней Хоше, видите, раз, сбоку, значит, кружок сверху, это означает, что здесь знак Масора, вот этот вот кружок, ну, очень удобно работать, значит, вот здесь вот, кружок, бейт, увы, убаинен, убаинен, значит, это означает, что Мелифней Моше в данной книге встречается всего два раза, один раз здесь, и где второй раз не указано, вот просто Масора, она указывает, сколько раз указано, больше ничего, ее сопровождает Масора к даму, она вот здесь набрана, вот здесь, и она раскрывает все места, где Масора, как она говорит, что сказано два раза, она просто перечислит все места, где они сказаны, вот, теперь, когда кто-то, то, что называется специалисты по Масоре, занимается выверкой текста, и с фором, правильно ли текст, они пользуются вот этой парой книг, Масора Ктанова, Масора Кдала, есть еще четыре, по-моему, книги, которые в данном случае очень важны, вот для того, чтобы было понятным, я сейчас покажу другой просто вариант, вот это современное издание, оно просто несравненно удобнее, у вас переключилось? А, нет, надо по-другому переключать, я вспомню. Сейчас я переключу. У меня такое впечатление было, что мы, да, видели. Я на другую книгу просто переключился. Да, мы видели, да, 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 это видели. А, это она переключилась, да, значит, теперь, вот это современное издание, расшифровка Масоры, только это 700-страничная, по-моему, книга, это очень толстая книга. Благо, я сейчас компьютер ее могу получить, а раньше я работал с ней в бумажном виде, с этой книгой, потому что иногда это бывает нужно, для комментаторских нужных. Значит, вот смотрите, это современное издание Масоры, несравненно удобнее, чем то, которое мы смотрели старое, начало 1804 года, дата издания была, а это современная уже издание. Вот 90-й Псалон. Веташев эныш аддака, ветомар шуму дне аддак. Значит, ты унижаешь человека, ну, в прах, в ничтожество, и говоришь, вернитесь, сыны человеческие. Это 90-й Псалон. Третий стих. Как видите, вот здесь, здесь удобнее, наверное, будет мышкой все показывать, да, вот, видите, над буквой Та в кружок и над буквой Ка в кружок. Это значит, что в этих двух местах есть масорецкая пометка Масоры Ктана. Теперь. Дальше приводится текст Масоры Ктана по изданию Вайла, автора которого. Аль Ташев дал. Бамасоры Ктана Ташев дал камец у милера Симонин. Значит, дальше автор просто говорит. Он приводит теперь расшифровку Масоры Ктана в книжке, где она дает ссылки и говорит, следующее, что Ташев у нас ударение всегда на втором слоге, в четырех местах ударение на втором слоге, Ташев, и он приводит, автор, вместо того, так как Масоры Ктана, Масоры, книги Масоры не знают разбиения на главы. Кстати, вот, учтите, они не знают разбиения на главы, они дают ссылки словами всегда на стихи. Поэтому это еще надо суметь через Масору Кдолу восстановить, к чему они отправляют, они просто словами дают. Я расскажу потом разбиение на главы, а пока вот ситуация выглядит вот так. Значит, современный автор просто раскрывает, как это делается. И приводит стихи, где Ташев, и обратите внимание, что всюду ударение, ну, я не буду объяснять, исключение, Масоры Кдала добавляет и один раз ударение на первый слог, и, а именно в книге царей, Аль-Ташев, Ташев, Панай, не возвращайся к моему лику, всюду Ташев, а в одном месте Аль-Ташев. Вот это, вот это и есть передача текста. Обратите внимание, что текст передает еще, Масор Кдолуа еще передает указание на ударение, на огласовки и ударение. Что всюду, если неправильно идет ударение, в ряде случаев, теперь. Вот на самом деле, у меня открыт на этой странице ради того случая, который является спором ашкенастских рукописей и сефардских. Написано слово Дака, в книге Дворин, 23 глава. Значит, там написано, но его подцу удака выкаруншевха шавхаслиха бекхальгаши. Значит, не войдет человек с отрезанными мне слово яйца не хочется употреблять, но они имеют... Ятрами, ятрами это, по-моему, называется. Ну, кто знает слово ядро сегодня в значении... Ну, вот видишь, я сказал, народ улыбается, значит, знает. Народ знает, да. Не войдет с поврежденными ятрами, окей, ятро чисто изумруд, да. И отрезанный, корут, отрубленный, шавха, то место, откуда изливается, значит, пиписка, вот точно совершенно это место надо переводить, то, откуда льется. Понятно. пипиской в общину гаше. Это запрет на браке, на самом деле, человека с такими повреждениями есть запреты на браке с такими людьми. Значит, пометка, да, но здесь обратите внимание, что слово дака, оно есть в нашем псалме. Ты сводишь человека в прах, уничтожаешь. Так как слово дакан написано здесь с Аллафом, вот оно, в псалме, то по этому поводу Масора говорит трижды, то есть в Танахе есть три упоминания, в Исиманим, Бедварим, Убещая. Значит, и указания в книге Дварим и в книге Ишаэ. Значит, по этому поводу современные издания проще всего привести стих целиком. И он приводит. Не войдет под судака вот эту книгу из книги Дворим. В книге Ишаяху вот это слово. Они здесь выделили, это не я выделял, это автор выделил. Вот за что я люблю эту книгу. Здесь автор все выделил, что нужно выделить. И в книге Псалмом вот он приводит все три места, где слово это употребляется в Танахе. Причем всюду одинаковые огласовки, да, Патах Камад, и далее современный автор, издатель этой книги, делает добавление, которое выглядит так. В книге Дворим, то есть во второзаконии, в Масора Ктана написано уктив Аллаф, написано с Аллафом. И это великий спор между ашкеназовыми и сифардами. В Таре написано с Аллафом или с Гэй. Сэмэ одного из важнейших комментаторов масорецких текстов, это Минха Чай, который в этом месте пишет безумно длинное примечание. В издании Бомберга написано с Аллафом в ленинградской рукописи, это официальное название самой древней рукописи Тора, которая сохранилась, Танаха, которая сохранилась на Ленинградской, она так и осталась. Она попала туда до того, как появился город Ленинград. Тем не менее, она древняя эта рукопись, ну, в смысле, в Санкт-Петербурге находилась. Тем не менее, она находится в Ленинградской публичной библиотеке, находилась, и она навсегда осталась ктап-яд Ленинград, рукопись Ленинградская. Ленинграда уже нет, а рукопись Ленинградская осталась. Это по месту, где хранится. Рукопись обозначается по месту хранения, по месту библиотеки хранения. Значит, в ленинградской руписе «Пацуо дака» с «Алофом» «Бекетер хацет дарце». Значит, теперь, самое главное, как известно, один из главнейших источников мусорецкого текста, значит, существует, это второй метод, но пока дайте я кончу потом, в «Кетер» этого листа нет. И я уже написал в этой книге, что «Галахаб датмо» здесь не устанавливается. Просто потому, что у нас в Махлоке версии окончательно установлены, зафиксированы в традиции. Это спор традиций. Алоф или Хей – нерешаемый спор традиций. Значит, итак, первый метод вообще определения правильности текста – это вот теперь начинается следующее. Как мы проверяем традицию? Вот тот пример, который я приводил перед этим, на листе перед этим, значит, там к двум, видно, новая или другая страница появилась или нет, и появилась. Хорошо. Значит, у вас дважды стоит следующее примечание. Одиннадцать раз в одном стихе слово «эт» появляется дважды слово «эт» – предлог винительного падежа. Он первый раз появляется без «маф», а второй раз «сва». «Ма-40» приводит стихи, где у нас два раза «эт», один раз без «маф», а второй раз «сва». Он приводит список. Теперь, в… Где это? Значит, где-то там чуть-чуть ниже, там будет трижды. Три «ва» с порядком как «ва» соединены. Теперь, вот когда масорецкий автор начинает масорецкий авторитет проверять, он проверяет все стихи, и если он обнаруживает лишний стих «ат» в «ат», то у него начинаются проблемы, потому что должно быть их одиннадцать таких. И он их обычно помнит наизусть, где что. Вот авторитет масорецкий, они обычно помнят, где что. Это первый способ вот именно вот такой восстановления. И, например, спор по поводу книги «Береши». И были годы Матушелыха, что ли? И были или был. Там множественное число или единственное число. И там те, кто говорят, что там стоит, там один список одиннадцать, и были годы одиннадцать раз, по-моему, и были в множественном числе, а один раз в единственном числе. И там велся спор, тот единственный случай, надо ли справить на «и были» вместо «и был». И автори масора сказали, у нас есть метка, что должно быть таких одиннадцать. И с этим будет двенадцать. Поэтому оставьте в покое это место. У нас масора говорит, что это место исключения. Это один метод. Второй метод определения, он, как обычно, очень хочется действовать так же, как во времена, когда был храм. А именно найти образцовый текст и сказать, мы все копируем с него. То есть, типа вот рукопись, которая храмовая, мы копируем с него. Таких рукописей две на данный момент основных. Это тот самый ленинградская рукопись. И то, что называется «Кетер Арам Цува». Вот образец, который вы видите на экране, это копия листа с «Кетер Арам Цува». Какая-то пророкийская книга. Я даже не смотрел, что за книгой просто взял какой-то лист. Вот так выглядит лист «Кетер Арам Цува». Обратите внимание, что он уже с огласовками. Почему? И нужна рукопись, чтобы она была огласовками, с пометками и с масорецкими знаками аккентиляции. Нам же нужна такая рукопись. Нам нужна не просто рукопись, которая стандартная, как положено в синагоге. А мы хотим еще знать, как читать ее. Таких образца главных на наше время два. Еще раз. Ленинградская рукопись и это Халеб, Дамаск. На самом деле, рукопись хранилась в синагоге. Город Халеб, он реально… Сегодня это чуть ли не центр Дамаска, а когда-то был пригород Дамаска, еврейский пригород Дамаска. Арамцува – это древнее название этого города на самом деле. То есть, как раз евреи называют его… Значит, вот есть Дамаск, вот древнейший город, он в книге Бережит упомянут. А при нем был Арамцува. Это тоже древнейший город. Но они рядышком. Но сегодня, вы же сами понимаете, они… Это был Арамцува, вот Халеб, он был как бы еврейским пригородом Дамаска. И там хранилась вот эта рукопись. Отсюда и название рукописи. В 1948 году, во время войны за независимость Израиля, в Дамаске вспыхнули огромные волнения. Были еврейские погромы, большой очень. И, собственно, пострадала синагога. В том числе, сильно пострадала эта рукопись. Настолько, что утеряно несколько листов из нее. Они были. Они были. До 1948 года эти листы были. Почти весь хумаж в кетер, но ее обычно… Эту рукопись обычно просто называют кетер. В кетер почти отсутствует весь хумаж. Там есть только книга, там несколько листов сохранилось. И вот это примечание в той книге, которую я сейчас сказал, в кетер нет нужного листа. Это означает, что не сохранилось. Просто потеряно, утрачено огромный кусок, но именно хумажа, к сожалению, кетера. Кетер переехал в Израиль. Он куплен и находится в Израиле, в Иерусалиме хранится. И на него могут посмотреть вообще-то. Его можно посмотреть, вот эта рукопись. Она одна из древнейших. Но еще раз. Хумажа по кетеру не нет. Вот я… Давайте отключу шер, потому что он больше не нужен. Например, значит, вот основные издания… Давайте я просто покажу, как это выглядит, если я найду только вы учтите. Сейчас вопрос, что у меня на полках стоит. Значит, в армии во время принесения присяги – мне их, думаю, несколько должно быть, потому что у меня дети в армии служили, поэтому получали их – выдают Танах. На нем, по-моему, издание Корен выдают Танах. На нем стоит метка, что это издание идет по ленинградской рукописи. Прямо на нем написано. Значит, я предпочитаю, например, пользоваться вот этим изданием. В ивритской части имеется в виду. Вот это издание. Это издание Равкука. Оно с русским переводом, но здесь очень хороший ивритский текст. Я просто очень люблю, как набранный ивритский текст. Поэтому, когда мне нужен ивритский, я все равно автоматически беру это издание, просто потому что он привычный текст. Вот это удивительно. Обратите внимание, он не сверен с рукописами. Текст Хумаша здесь не по рукописи дан. Он дан по анализу великого авторитета массоры прошлого поколения, предыдущего, Мардыхая Бройера. То есть этот человек видел ленинградскую рукопись, работал с ней, положив перед собой тексты массоры, сделал огромную сверку, исправил то, что еще нужно исправить точности по массоре, и в результате получился вот этот текст. И так как он к этому изданию прикладывается серия обоснований его «Почему так?», то я очень люблю этот текст, и мне редко бывает нужно, на самом деле мне довольно редко бывает нужно вот это уточнение совсем мощное по массоре. То есть чаще, я признаюсь честно, чаще всего проблема у меня, когда мне нужно лезть в сверки массоры, связана с контиляционными знаками. Есть ли расхождение в установке контиляционных знаков? Редко, значит, расхождение между версиями в буквах очень редки. А вот расхождение в контиляционных знаках могут быть. И они могут быть обоснованные традицией разных общин, и поэтому их иногда нужно знать, потому что иногда понимание стиха сильно зависит от точности понимания контиляционных знаков. Правильно ли ты понимаешь, как стоятся таамин, как стоятся таамин. И вот тогда, например, я обычно пользуюсь всеми этими книгами, вот вы видели, что у меня просто одна из них в компьютере лежит в качестве такой рабочей книги. Это именно по книге псалмов, просто для того, чтобы проверять, правильно ли я понимаю последовательность контиляционных знаков. Их иногда надо отслеживать довольно внимательно. потому что смыслы меняются, но это тот самый «казнить нельзя помиловать». На самом деле эти знаки, это иногда просто ровно оказывается «казнить нельзя помиловать», и вы должны правильно понять, как они идут. И иногда просто вот Масора помогает. Значит, вот передача текста, она ровно зависимая от таких вот вещей. Это вот точность передачи. Сегодня с появлением типографии происходят две вещи одновременно. Одна печальная, одна радость. Понятно, что ежели у вас появилось очень хорошее издание, типа издание Масатров-Кука, Бройровская, либо издание Кэррн. Это два главных издания. Кстати, вопрос в «Кэррн», например, вот издание Кэррна много народу очень любит, но вы долго будете смеяться не столько за точность, точность бесукорительная, там точность очень высокая, а сколько им очень нравится красота шрифта издания Коррн. Вот издание Коррн, просто им очень нравится шрифт. Шрифт они разработали специально для своего издания. Это новый шрифт, которого не было, они специально разработали новый красивый шрифт. Другие предпочитают вот Масатров-Кук, издание Бройровская. И опять, я, например, его люблю тоже за шрифт. Мне очень нравится классический, такой очень квадратный шрифт, который там без фокусов. Но опять у меня есть друзья, которые говорят, что именно вот тот более острый шрифт Коррновский, им нравится больше. этот вопрос. Значит, вот передача, вот этот текст. Теперь, проблема выглядит так, с появлением печати вы зафиксировали некоторое количество ошибок. И время от времени там вот тяжелые жалобы на то, что так как перенабирать книгу очень дорого, то куча изданий предпочитает просто переснять книгу и опубликовать репринтные издания. Это 20-й век. Практически весь жил на репринтах. Вот рамбомы, все практически издания Маймонида до 90-х годов 20-го века, это был репринт старых изданий 19-го века. Поймите, наборы такие, они безумно дорогие. Виленское издание Талмуда, типографии «Вдовые братья Пром». Вы понимаете, что это было национальное мероприятие всего европейского евреи. Деньги собирались со всех. Это не, не подумайте, что у «Вдовы» и «Братья Пром» нашлись деньги на эту работу. Речь идет на современные деньги о десятках миллионов долларов. На сегодняшние деньги это безумная цена работы. И если бы они попробовали сами это издать, у них бы ничего не вышло из этого. На это мероприятие скидывался весь народ Израиля. Все европейское еврейство дало деньги на это мероприятие. Это национальный проект. Кто-то строит железные дороги, кто-то оперы, а вот виленское издание Талмуда это был национальный проект еврейский, национальный проект 19-го века. Это огромнейшая работа, куда были приглашены крупные ученые, куда приглашены специалисты по выверке текста. Где были добыты кучи рукописей для сверки с рукописями оригинальными. То есть это грандиознейшая работа была. И весь 20-й век жил этим богатством. Он не перебирал книги 20-й век старые книги набранные когда-то не перебирались. Новые издания очень редко выходили. Было очень много. И только например новое издание Рамбома этого самого Фрэнклиффа Новый набор Новый набор Он на самом деле новый набор но он опирается благо теперь современные компьютеры методы позволяет вытащить старый набор и исправить старый набор что удешевляет намного работу по новому. А это грандиозно кстати вот это издание грандиозный тоже проект который сегодня считается основным. То же самое что касается текстов священных текстов 24 нектонах то же самое есть современных серий наборов где выверяется очень четко есть работа все проделаны сейчас куча из них доступна просто в компьютерном виде и например огромная работа которая называется микроотгдалот кетер то же слово кетер употребляется память о кетер Арамцова значит венец Арамцова он просто помещен в интернет это огромное количество комментариев шатного типа то есть прямого объяснения можете найти микроотгдалот к этому называется наберите и вам будут доступны комментарии которые вы просто не увидите по другому то есть вы увидите но вам надо покупать книги искать книги а здесь вы сразу все на одном листе получите причем от Саадии Гаона то есть 10 век до 20 века раби Давида Цвигу Гофмана там будет приведен комментарий то есть там будут разных поколений еще приведены 19 века раби Шмойля Давида Луцата от 19 века выступить то есть от разных веков они собрали хороших представителей разных веков 20 века раби Раби Давид Цвигу Гофман представляет 20 век в этом издании это интересно но это современный но вот традиция еще раз теперь результат выглядит следующим образом когда мы говорим о передаче письменных текстов обратите внимание что происходит мы на самом деле постановили следующее вот теперь вопрос о взаимоотношении нынешнего текста с текстом Мошэ это главный вопрос внимание я ведь не случайно зачитал современного автора одного из очень авторитетных авторов о том что я никогда не утверждал что бывают свитки Тора без ошибок все живые люди прекрасно понимают что бывают ошибки галахисты начинают орать каждая буква выберена когда пытаются говорить мы не специалисты по больше и меньше по полному и краткому написанию они возможны варианты это прямо из талмуда цитата они говорят все равно есть фиксация до последнего знака значит рамбан который Рабидовид Кимхи Радак оба которые говорят смотрите мы уверены в правильности написания в правильности смысл и этого нам достаточно галахисты говорят нет мы хотим до последнего буквы теперь вопрос если мы считаем что зафиксированное на нынешнее время написание оно расхождение поверьте в нынешнем тексте ленинградская рукопись от Бройровской издании отличается очень слабо то тогда есть место считать гематрии у вас не выскочит лишних вавов и все вавы на местах и мы как бы освещаем ту цвиток которые есть на сегодняшний день мы говорим что тот цвиток который есть на сегодняшний день Бройровское издание или Кореновское издание он и есть священный текст и мы освещаем гематрии далее происходит проблема номер два она не проблема она очень смущна дело в том что вот тот текст который я показал это хотите еще раз покажу хотите нет но обратите внимание вот на что давайте я покажу еще раз может быть обратите внимание на то что там есть какие-то разбивка на абзац вот например рисовать я здесь не могу но вот 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 здесь вот вот абзац да явный абзац и обратите внимание вот здесь абзац а потом отступ а здесь абзац без отступа вот абзац да вот абзац а за ним и следующий начинается с отступом видите да это древняя разбивка это вот это образец древний упомянутый в Талмуде разбивки на разделы еврейская разбивка ненумерованная она никак не обозначается она обозначается то что называется парушастума вептуха значит делать отступ между темами иногда этот отступ так как здесь в столбце написано то отступы значит в цивитке торы отступы будут возможно просто разрыв текста посреди строки в 9 букв либо с новой строки начинается и они все по смыслу разделения они все смысловые и обычно является обозначением перехода от одной темы к другой теме то есть вот эти отступы там есть длинный спор насколько они важны то есть спор не длинный насколько важны нет спора все знают что они важны есть спор сколько их должно быть цветки тора и там расхождение в 10 пунктах там есть спор между разными традициями замечу разбивка на главу не было никогда еврейской и она произошла она не еврейская и произошла в это христианская разбивка это правда и это лентон лентон степан архиепископ кентерберинский лент лент степан лент он умер где-то 1230 год это вот такой порядок он делал разбивку на главы выполнил для нуж христианства потом еще спустя где-то лет 50 после его смерти вышла первая книга которая называется конкордация она христианская тоже где каждому слову было указано где его можно найти в описании евреи приняли вот эту лентоновскую разбивку на главы в основном потому что им приходилось спорить с христианами или разговаривать с христианами поэтому разбивка христианской на главы принята у евреев она не является частью еврейской традиции вообще более того сами христиане лентона обвиняют в том что он от балды время от времени ставит я причем цитирую там его обвиняли в том что он ставил разбивки глав там где у него лошадь споткнется лучшее наверное примечание замечание по поводу разбивки на главы значит это в книге Борисит Яков уходит от лавана значит по по разбивке на главы выглядит так значит 31 глава кончается и зарезал Яков скот на горе и позвал родственников есть хлеб и они ели хлеб и заночевали на горе конец главы первый стих следующей главы и встал лаван рано утром и поцелал внуков своих и дочерей своих и благословил их и пошел и возвратился лаван в свое место а Яков пошел своим путем и встретили его ангелы божии и нарек он тому местному хана у нас получилось так что Яков лег спать в 31 главе а проснулся в 32 понятно что по смыслу как раз глава должна начинаться и послал Яков перед собой послаться в дом там где начинается недельная глава в Иешлах более того у евреев именно здесь стоит пометка о разрыве у них нет пометки для этого у них стоит метка начала нового раздела именно здесь и это правильно потому что действительно бред какой-то получается у вас глава почему-то история с лаваном следует закончить и поэтому глава должна кончаться там где каждый ушел себе домой а следующая глава должна начинаться с рассказа про Якова и Сава но неправильно проставила это просто невинная шутка по поводу неправильно проставленной главы получилось что он ну просто ошибся надо было ставить на четыре стиха ниже разбивку главы тем не менее она сохранилась ну я могу еще несколько невинных шуток где он просто явно невинно ошибается но есть ну давайте какой-нибудь хороший пример вот самое начало книги Бориши разбивка между второй и третьей главой значит третья глава начинается а змей был самым хитрым из всех зверей полевых которые сделал Хошам и Лаким и так далее она начинается здесь то есть рассказ о змее по версии Стефана Лэнгтона начинается именно здесь нетрудно догадаться что правильное начало рассказа должно быть ровно стихом выше должен быть стих а именно на словах начало главы должно начинаться ну если вы правильно понимаете и были оба они ноги мужчина Адам и его жена и не стеснялись а змей был самым хитрым в чем почему почему разбивка глав вот такая почему я утверждаю что на стих выше должна начинаться глава очень просто глава кончается глава не кончается а тема кончается там где стоит метка в еврейском тексте 21 стих значит 20 стих 21 стих и сделал хашем бог человеку его жены кожаные одежды и одел их понятно что они были голые и не стеснялись и финал рассказа и бог их одел это одна глава то есть глава должна начинаться на стих раньше кстати есть не столь невинные ошибки есть например абсолютно идеологическая ошибка это неверное начало второй главы той же книги бытие все прекрасно понимают что непонятно кончается шестой день и понятно что первые три стиха второй главы должны относиться к первой главе и были завершены небо и земля и все воинство их и закончил бог седьмому дню работу которую дел очевидно что это должно быть в первой главе почему лентон поставил начало главы сюда перенеся на три стиха раньше чем надо было и надо на три стиха ниже ставить очевидно потому что через три стиха вот происхождение неба земли рассказ о райском саде начинается то есть туда надо было понятно почему ему очень не хотелось субботу как седьмой день ставить примыкающий к шестидням творениях ему очень хотелось ее вышибить оттуда из этого рассказа чисто по христианским причинам потому что христиане субботу не считают то есть они перенесли субботу на воскресенье причем так открытым текстом мы взяли и перенесли кем и таких кстати таких проделок есть несколько проделок например посмотрите книги пророка Гоши подобная проделка там совершенно по христианским причинам глава начинается на стих раньше чем должна начинаться там чисто христианская шутка стоит поэтому помню это последняя глава книги пророка Гоши 14 может посмотреть это всем евреям известно Шува Исрей Шува Исрей начинается со второго стиха главы очевидно что это начало темы почему вы ставите давайте я просто покажу что происходит только надо найти о о о о значит вернитесь вернись Израиль в Господу Бога твоему ибо смотнулся ты о вину свою возьмите слова и возвратитесь Господу скажи все прости все прегрешения нашему общеизвестно в еврейском мире ее читают там соответствующий период это самое но глава начинается совершенно неожиданного места и будет признан виновным Шамрон за то что восстал против Бога падут они от меча и младенцы их будут рассечены и животы беременных женщин спорта обратись Израиль Господи как вам это удается как вам удается поставить начало главы здесь она не на месте ответ потому что евреи проклятый народ и начало главы начать возвратись Израилю нельзя это это просто вот чисто по христианским причинам это изменение но для удобства мы вот эту конкордацию приняли и разбиение на глав христианские перенесли к себе и у нас они сохраняли нам вот эту нумерацию осталась она вне традиции она внешнее отношение к традиции когда я читал что разбиение на главы не случайно ссылка на это разбиение глав то автор просто не понимает о чем говорить потому что разбиение не случайно оно вот то что я показал отступление в катарарам цова вот эти отступления они там не случайно они там сделаны со смыслом и это всегда начало конец либо акцент ставится но вот я вынужден был рассказать про разбиение на главу просто потому что куча народу не знает насколько это не еврейская традиция тем не менее она освящена она принята во всяких еврейских современных книгах она ставится и она просто удобно ставить ссылку в виде двух номеров чем ставить ссылку по первым словам как в Таунуде где говорится всегда нужно приводить стих и надеяться что читатель наизусть помнит текст и сможет по первым словам стиха найти этот стих вы представляете систему ссылок где вы предполагаете что читатель может по первым словам узнать все стихи все стихи Танаха а ведь Талмуд так построен там ссылки других нету и так вся древняя литература то есть вся литература до 13 века обычно я же тебе говорил хватит давай все что выпили ничего страшного лишнее ебты так значит я выключил не знаю что это кто-то не поделил это тем не менее это удобно вот это вот это сохранилось потому что евреи в спустя лет 150 после христиан выпустили свою конкордацию тоже конкордация это ссылки по словам на все стихи где она употребляется где эти слова упоминаются и так это сохранилось так это удобно просто удобство ради хотя действительно система не еврейская но прижилась это называется ну в общем ну правильно прижилась так удобно ну пусть не наша но удобно это вот еще одна вещь которую надо упомянуть в этой истории с традицией письменного текста ок вопросы гематрия это гематрия да тут вопрос я просто вижу и отвечаю гематрия это гематрия смотрите правило выглядит так на основе гематрии не строят закона но гематрии очень хорошо иллюстрировать законы и идеи я например очень люблю гематрии иллюстрировать что-то но я не люблю когда от гематрии отталкиваются то есть хотя некоторые вещи там типа Кэлоп Кмолэф да некоторые вещи почему нет там я могу рассказать несколько анекдотов про гематрии но не буду я ничего против них не имею ок есть еще Таня написала в чате ты видишь люби зачитать что ответить этому человеку вот я я читаю вопрос Таня в том и вся проблема что те кто доказывает что текст выверен до последней буквы они именно этого вот вопроса очень боятся что-то же с ним надо делать правда ну согласитесь что это да что это таки да проблем то что книга для книги которой три тысячи лет сохранена великолепнейшим образом что никто не посмеет сказать что в этой книге есть исправление точнее так есть кто это говорит мусульмане но доказательно смотрите насколько все это есть хороший образец давайте я приведу есть масорецкое место в книге Шоптийм где имя Минаше написано с нуном над строкой вот тот кто официальный текст пишет он в имени Минаше букву нун должен написать над строкой так чтобы она была не подряд как написано а нун должен быть выше там речь идет про Левита которого так-то так-то бен Минаше вот в слове Минаше нун надо подсоть на строкой на вопрос почему ответ все знают он в Масуре это масорецкое правило нун над строкой это ответ все знают потому что Левит который там упоминается он бен Моше тот самый он бен Мошер из уважения к нему написано что он не Моше а Минаше но но для того чтобы сохранить кто там на самом деле нун поднят над строкой грамотные люди это узнают там не очень хорошая вещь рассказано просто про этого Левита о том как он решил основать основал храм в Дане что было достаточно безобразие но храм в Дане это потом Кемуше но вежливости ради в книге Шафтим написано Минаше но для того чтобы и когда читают это будет Минаше читаться а тот кто знает знает что вообще то нун над чертой показывает что это бен Моше это по поводу исправления в текст хотели бы скрыть этот факт исправили бы тоже у меня проблема вместо Минаше писать Суду Моше вместо Моше написать Минаше как там и сделано нет не исправили не нашли нужное сочли что необходимо передачу сохранять сохранять передачу самых странных вещей которые вроде бы смысла особого не имеют там буквы большие маленькие иногда в свитке должны стоять точки какие-то точки которые иногда не очень понятно как комментировать но они там стоят эти точки и мы их проставляем во всех свитках потому что мусорецкий текст требует чтобы над этим словом стояло две точки или одна точка или пять точек мы это проделываем все эти номера это требование масона теперь насколько расходятся те кто хотят спорить утверждают что выберены с точностью до каждой буквы что это точно текст который дан муж я не хочу мне не нравится попытка доказывать впихнуть невпихуемо это называется потому что ну очевидно что есть проблема с точностью передач но я упорно пытаюсь подчеркнуть одну вещь что эти проблемы они как правило то есть как правило в 999 случаев из 1000 никак не отразятся на переводах вот это что очень важно на переводах это не отразится вот есть там правило что там где произвучит что-то неприличное например есть правило что читать вместо написанного например там где в книге Шмуэля сказано афулим вместо этого надо читать да вместо этого надо читать тахурин потому что слово афулим неприличное либо я не исключаю потому что афулим это Аполлон имеется ввиду там по причине я не буду рассказывать читать будем но в письменном виде там так и стоит афулим который читать читать положено тахурин это все знают что там положено прочесть но что написано то написано и это будет написано во всех изданиях во всех рукописах то есть давайте так мы уверены что в смысловых отношениях у нас идеально выверенный текст это благодаря живой традиции насколько в силах человека этот номер проделать давайте так все понимают что мы относятся к тексту с трепетом все стараются максимально точно его просто передать там где нам или мне например что-то не нравится в тексте я говорю я ничего сделать не могу я и передаю дальше как получил вот с меня взятки гладкие вот это вот важный момент известный мидраж если эзера спрашивает почему ты поставил точки над словами в книге дворим зачем ты поставил точки мидраж говорит отвечает эзера если придет пророк или ягу и скажет что ты зря их поставил я скажу что я сотру если он скажет правильно поставил я скажу я их поставлю вот мидраж выглядит что дошло то дошло у нас идеально сохранившийся текст насколько это в людских силах вот теперь вопрос как вы себе представляете в людских силах передавать текст из поколения в поколение не короткий текст все-таки книга толстая как вы себе представляете передачу с точностью до каждой буквы с учетом что непрерывно меняется язык не применяется грамматика у всех нормальных народов это происходит язык меняется как таковой найдите где-нибудь в интернете послушайте как должна звучать как звучала речь века двенадцатого русского просто как звучало на звучании вы обнаружите что это другой язык хотя тот же русский меняется язык меняется орфография у всех нормальных людей у русских знаете ли орфография за последние три века поменялась дважды грандиозным образом и тем не менее все признают что это тот же русский язык и что книги написанные до реформ Петра это те же книги которые издавались потом и книги после реформ семнадцатого года восемнадцатого года русской грамматике война и мир не изменился от того что ее стали писать в другой грамматике да но война и мир была истинна в другой грамматике тем не менее то же самое вы имеете дело со всем что меняется но насколько закаменевший текст мы передаем что ничего из этой области практически не повлияло на текст повлияло дополнительное у нас сомнение в дополнительных значках обратите внимание у нас сомнение не в согласных буквах даже у нас сомнение в дополнительных значках азохенвей такие сомнения другим книгам вы еще не читали по поводу текста Дубровского исследовательские работы Дубровский не читается святой книгой слыха но Дубровский к нему нет то Софот и Раши к нему Равшерки его не читают дождите минуточку но Дубровский совсем недавно написан ему двух веков нету у меня есть вопросы но я помолчу я дам другие нет 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 я просто сообщаю о том что такое передача книги передача книги это действительно и особенно массовая передача книги это действительно мероприятие я утверждаю что текст который до нас дошел у нас в идеальном варианте насколько это в руках человеческих мы считаем что передачу текста Торы вмешалось непосредственно божественное чудо и произошло то чего не может произойти эймэйр то есть передача вот эта живая передача вот это важно вот это смысловое важно было передача но я на самом деле полностью соглашаюсь с рабом Давидом Кимхи у меня есть Радак и Рамбан и Рамбан извините которые говорят смысл передан безукоризненно всюду у нас нет с этим проблем у нас мы сравниваем все что пишет по этому поводу Талмуд что пишет по этому поводу Сокер старые тексты мы обнаруживаем где проблемы проблемы например вот есть утверждение регулярно проблемы со старыми переводами я не хочу ходить великий вопрос на что более точно опираться на старинные переводы или на современный массариатский текст у нас есть переводы на разные языки первого второго третьего четвертого веков новой эры насколько они авторитетны насколько то что они видели хорошо насколько они точно переводили вы усоверите переводчику когда говорят переводчик перевел как будто здесь написано то-то переводчик еще пытался подобрать правильное слово ему так показалось удобнее переводить и даже когда вот если мы наберем что в таком-то переводе так-то обычно ссылка на септуагинту идет или вульгату но ты смотришь на это и думаешь что же за текст перед ним лежал вот например я как-то любовался септуагинта перевод песни песни так у него заведомо какой-то он переводился сарамейского по всей видимости песни почти наверняка причем еще перевод был с мидрашами прямо вставлен в текст ну например слово додеха ибо прекрасны твои ласки твоя любовь слово додеха это любовь твоя там переведено как додайх как твои груди и ясно что это есть такой мидраш это правда но то что в оригинале там точно совершенно любовь а не груди это стопроцентно и что септуагинта вдруг в мидрашу почему-то переводят то есть еще вопрос я ведь не стал влезать в существование например откройте торгум торгум герушау там прямо в текст перевода вставлено огромное количество мидрашей прям вот по тексту перевода никаких проблем советую вот канонизированный у евреев мидраш онкеласа он канонизированный посмотрите на него и проследите за отличием от оригинала а он и кстати то что перевод должен отличаться от оригинала это мнение талмуда потому что тот кто передает кацуранхамелим тот кто переводит дословно бадай обманщик дословно переводить запрещено потому что вы неправильно переведите смысл вы передадите неправильно вы должны за смысл не следить По этому поводу я не понимаю, почему мне пытаются доказать, что так, как в Септуагенте так-то, то значит это и хорошо. Извините, кто вам сказал, что в Септуагенте у вас может быть неверный текст перед переводчиком, у него, может быть, переводчик и всякие мысли посетили. Десять тысяч причин. Например, Онкелес всюду Господа переводит перед Господом, и Рамбов пишет в восторге, потому что здесь нет очеловечивания. То есть он по идеологическим причинам всюду вносит исправление в перевод. Ничего. И нормально. На то он и перевод. Что такие вещи выделываете с ним? Вот с оригиналом, если бы кто-то посмел такой номер вытворить, это было бы безобразие. Но получается, что на материальных артефактах это неправильно вообще, в принципе, обосновывать свою веру. Должно быть доверие к традиции живой, которая передавала вот это все. Знаете, самый древний текст истории, который до нас дошел, я не знаю, может быть, с тех пор еще что-то нашли. Самый древний текст, который до нас дошел, это амулет эпохи первого храма, выполненный на серебре, пластинка, свернутая в трубочку, заведомо, чтобы положить кутляр и носить на груди, с отрывком благословения священников. Вполне точно отражает текст благословения священников в серебре. Самое древнение, что есть. Можно вопрос? Вопрос такой. Ну, по-моему, он как бы напрашивается. Мы все время сталкиваемся, то есть не сталкиваемся, но просто внутри этого, когда комментаторы и классические, и, скажем, современные, наши современники, они основывают как бы комментарии не как бы стам, а комментарии, на которых строится целое мировоззрение, целая конструкция мира на каких-то с внешней точки, я говорю, с внешней точки зрения, кажется, очень мелких отличий в тексте. Почему написано «Отха», можно прочитать «Итах», а вот здесь «Ктиф Хасеров», «Ктиф Малы», а мы из этого учим, из этого учим. И когда вот ты нам сейчас раскрыл картину, ну, как бы реальную, да, напрашивается вопрос, насколько можно доверять, либо ты доверяешь человеку о том, что он строит свой комментарий, потому что он строит на устной традиции, он понимает что-то большее. Понимаешь, хороший комментатор является одушевленной традицией. Поэтому по поводу то, что он говорит, у него есть представление, как это должно быть. То, к чему в тексте он привязывает это, как он это обосновывает, это вторично регулярно. Плюс ко всему есть еще одна вещь. Я не хочу входить в эту тему сегодня, по крайней мере. Я собираюсь в другой раз, но объяснить я хочу одну простую вещь. И даже в Мидрашах это есть, причем гласических. Есть два типа комментария. Один, который объясняет текст, а второй, который обосновывает мою идею с помощью текста. Вот что первого, с чего мы начинаем? Мы начинаем с текста и пытаемся объяснить ему, либо у меня есть представление о традиции. Я начинаю с этих представлений, но я хочу увязать с чем-то в тексте. По этому поводу регулярно вот эти вот тонкие обоснования, регулярно оказывается, что он не выводит их из текста, а наоборот он пытается привязать свои мысли в текст и каким-то образом вставить эту мысль в текст. И это идет с древнейших времен. И, например, такой является сифра, где регулярно прямо к стиху привязывается постановление мудрецов, о которых известно, что это постановление мудрецов. И автору известно, что это постановление мудрецов. Но он говорит так, как здесь написано полным написанием, то и дальше следует постановление мудрецов. Господи, какая связь. Ответ – мне нужно к чему-то привязать это постановление. Это я не из стиха вывожу постановление, я постановление привязал к стиху, мы в обратную сторону идем. И это довольно часто случается. И это надо уметь различать. Кстати, с опытом это развлечение приходит, довольно легко различается, где что. Ну, не без спорных мест, как обычно есть. Места, где возможно поспорить. И то, что в синагоге, я не знаю, но это опять вопрос как бы пшито. То, что в синагоге, да, каждую субботу, в синагогах, молящиеся, да, делают такое очень символическое движение, да, всем известное. Они показывают как бы мизинцы, но говорят, зо татура. Да. Это чистая символика? Это просто, я не знаю, это акт веры? Нет. Это та самая тара, которую получил Моше. Именно эта, та, которая у нас сегодня в руках. Это земное исполнение той самой тары, которую получил Моше. В конце концов, она не написана, этот цвиток не написан в черном огне, на белом огне, правда? Потому что если бы это была зодная тара, она была бы черным огнем на белом огне, как положено быть таре. Но это земное исполнение, которое у нас осталось. Вот это та самая тара Моше. У нас нет сомнений, у меня, например, нет никаких сомнений. Обратите внимание. Я знаю список споров. Я знаю Масору. Раф Бройер знает еще лучше меня этот список спорных мест. И тем не менее, и Раф Бройер, и я говорим, что зодка тура, потому что это да, та самая тара. Потому что на земле она в лучшем виде ее... Понятно. Ну, что выросла, то выросла. Это называть, вы меня извините, что выросла, то выросла. Это мой ребенок. Слушай, я его не таким хотел сделать. Я хотел сделать много больше. Тот самый ребенок? Тот самый ребенок? Но это он самый. Понятно. Подождите. Такой нет понятия. Таким милого сегодня. Я, слушай, соглядеть не могу. Нет, это тот самый. Тот, поверь мне, это тот самый, которого ты меняешь. Окей. Можно спросить? Да, Эмиль. Да, да. У меня такой вопрос. Вот вы сейчас только что сказали о двух подходах к Медрашову, толкованиям. О том, что есть те, кто исходит из какой-то идеи, привязывает ее к тексту, в основании. Как относиться, если это РАФ, какие очень авторитетные, все такое вот. А, допустим, я вот никак не могу, конечно, ни с кем без них сравниваться, но я из текста вывожу какой-то, значит, то есть я это замечаю и вижу, что это толкование неорганично, и ищу поддержки именно в тексте. Смотрите, я напоминаю вам несколько правил. Есть авторитеты, с которыми не спорят. Это означает, что если вам не нравится то, что написано у этого авторитета, вы с ним не спорите. Вы просто ищите другого авторитета, который говорит то, что вам нравится. Вы имеете право сказать, но я предпочитаю такого-то. Вы с ним не спорите. Вы говорите, Раша сказал, окей, Раша сказал. Я в данный момент цитирую сформу. Почему мне он нравится? Мне кажется, что он ближе к тексту. Это такой вот самый простой вывод. Плюс, если вы учтите, что из одного и того же стиха вы будете делать разные выводы на разные темы. И есть еще одна важная вещь. Регулярно, особенно в медрашах, например, особенно в медрашах от Раби Акида, когда он к одному стиху привязывает медраж, чаще всего это итог обсуждения нескольких разных стихов. И нужно найти просто все, на чем он основывается. Он основывается не на одном месте, а на нескольких. Поэтому регулярно, вам кажется странным, почему из этого места делается вывод, но если вы изучите еще несколько мест и сравните, это вопрос уже знаний становится. Можете ли вы сравнить несколько мест? Очень редко вывод делается на основании одного стиха. Очень часто вывод делается на основании нескольких разных отрывков. Другой разговор, что написать я их могу к одному стиху. И не всегда приводится обоснование. Но, например, глаз за глаз, зуб за зуб, при анализе всех мест, где это говорится, очевидно, что речь идет о деньгах. Вам просто нужно сравнить всюду, где подобные вещи сказаны, и вы вдруг поймете, что речь идет о деньгах, и буквальное чтение явно не имеется в виду. Причем это очевидно. Но для этого нужно просто проанализировать несколько отрывков, а не строить на одном отрывке. Просто это еще умение анализировать тексты иногда. И, к сожалению, не всегда авторы приводят полный анализ того, почему они говорят то, что говорят. Вы либо полагаете. Петь о выборе между этими двумя. То есть я, допустим, не спорю, я могу, так сказать, но могу ли я как бы сам для себя как бы объяснять причину, или почему мне вот это не нравится? Для себя, да. Только учтите, что для себя, но не для других. Это правило. Вот в Ешиве, где я учился, опирались традицией, что каждый, кто может читать лист Алмуда, имеет право сам для себя выводить галаху. Но для себя, но не для других. Вот, обратите внимание. Для других нет, ни в коем случае. Вы не имеете права для других это делать. Ну, в смысле, я не могу удивить. Если вы набрались наглости это делать, то это ваше право. Если я набрался наглости, допустим, предпочесть, то есть мне нравится мое толкование. Я могу поделиться или нет? Или это считается... Почему нет? Вы говорите, это мое толкование, мне так кажется. Как-то надо обсуждать. Если вы ошибаетесь, вдруг кто-нибудь вам укажет на ошибку, но если вы никому не расскажете, вы будете... Заблуждение. Вы будете останетесь в заблуждении, молчать, как раз в таких случаях, но вреднее, чем говорить. Понятно. Обсуждать болезнь. Понятно. Просто потому, что вдруг обнаружится, что кто-то знает это место и укажет, что вы неправильно. Или, наоборот, примет и скажет, что это правильно, эта точка зрения такой, это еще поможет вам в обосновании. Наоборот, это надо рассказать. Мне так кажется. Понятно. Окей. Дамы и господа, давайте отпустим меры. Мы дошли до двух часов. Это максимум, что мы можем выжать из электро, даже с нашей наглостью. Окей. Мне кажется, было меротек. То, что называется меротек, это потрясающе, захватывающе. С Божьей помощью продолжим в следующие разы. Нам надо продумать, я думаю, как-то систему, каким образом те, кто сейчас, либо потом, могут задавать вопросы. Пока что, пока что, либо пишите в мейлу, я буду пересылать мейру, либо пишите в телеграме. Если мы разовьем... Нет, по мейлу пересылать мне лучше не надо, лучше где-нибудь перед уроком мне прислать вопросы. Да-да-да, нет, пересылать мне, 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 мне. А я буду пересылать, я буду пересылать тебе. Может быть, потом, если с Божьей помощью наши уроки, они продолжатся в какую-то, значит, систему, курс и прочее, мы подумаем, как правильно сделать, может быть, какой-то форум, что-то так. Пока что по такой системе. Либо в группе Телеграм, в группе 70 ликов, там, где мы это делаем, либо, пожалуйста, пишите мне на мейл, а я буду как-то связаться с мейром. Хорошо? А мейра нет уж в Телеграме, правильно? Надо не забывать открывать этот Телеграм. Я думаю, что, не потому, что я тяну на себя, я думаю, что правильно присылать мне. Нет, правильно, через Натана, просто потому, что, да-да-да. Вы видите, меня все может отвлечь от многих вещей. Нет проблем. Мейра не всегда за Телеграм. У него есть другие Телеграмы. Это не проблема. Окей. Засим заканчиваем. Хорошо? Всем счастливо. Шаббат шалом, можно сказать? Это нормально? Нормально. Ошибок никаких нет. Все нормально. Это сверено. Окей. Ну, хорошо. Шаббат шалом. Большое спасибо. Пока. Пока. Шаббат шалом. Шаббат шалом. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...